Библейский портал экзегет.ру представляет Здравствуйте, дорогие друзья! Мы продолжаем наше чтение для библейского портала экзегет.ру. И читаем мы книгу притчей Соломоновых. Напоминаю, что читаем сразу два текста. Мы читаем текст в переводе, текст греческий в переводе профессора Юнгерова. И мы читаем текст синодальный, который, это перевод с еврейского. Иногда мы встречаем здесь интересные разночтения и стараемся как-то их прокомментировать. Итак, перед нами 12 глава. Любящий наставление любит знание, ненавидящий же обличение безумен. Вот уже здесь создается некоторая важная тема. Человек, который любит слушать нечто о своем поведении, о своем взгляде, мировоззрении. Человек, который все время смотрит на себя не то чтобы гиперкритично, но который задумывается о том, прав он или нет, как ему надо жить, каким целям надо стремиться. Такой человек любит знание, а ненавидящий обличение, то есть ненавидящий, когда ему вдруг что-то сказали, что он не так себя ведет или не так говорит, не так поступает. И человек сразу, как это меня могут обличать, как это мне может кто-то что-то говорить. Вот такой человек, который ненавидит обличение, он безумен, потому что люди со стороны нередко могут подсказать, как лучше жить, как жить праведнее, как решить то или иное дело. Второе. «Лучше тот, кто приобретает благоволение у Господа Бога. Человек же беззаконный будет забыт». Этот второй стих отличается в синодальном переводе. Здесь мы видим, добрый приобретает благословение от Господа, а человека коварного он осудит. Перевод Юнгерова говорит «человек беззаконный будет забыт». Явно, конечно же, это не просто неточный перевод, это разные смыслы за этим стоят. Греческий текст иной. Он говорит о том, что тот, кто приобретает благоволение у Господа, он живет. Человек беззаконный забывается. То есть речь идет не о том, что он получает наказание у Бога, а просто наказанием является забвение. «Не будет счастлив человек от беззакония, корни же праведных не будут исторгнуты». Вот тема счастья, наконец, появляется. И мы видим, что от беззакония человек не будет счастлив. Как часто сегодня люди ради счастья готовы поступить беззаконно? Когда они, например, могут бросить семью или, скажем, совершить аборт, или, допустим, нечестно обогатиться или еще что-то сделать. Все это делается, кажется, ради счастья, ради свободы, ради влюбленности, ради достатка. Но такой человек не будет счастлив. И книга притчей, и «Премудрый Соломон» прямо об этом говорят. «Жена добродетельная – венец для мужа своего. Жена же дурно поступающая, так губит мужа, как червь дерева. Помышления праведных направлены к правде. Нечестивые же замышляют коварством. Слова нечестивых – засада для пролития крови. Уста же правых спасут их». Действительно, слова нечестивых зачастую – это не просто грубость. Слова нечестивых – это засада для того, чтобы пролить кровь невинного человека. «Куда бы ни обратился нечестивый, он погибнет. Дома же праведных стоят». Седьмой стих в переводе Юнгерова отличается от того, что говорит в синодальном переводе. От того, что говорит нам синодальный перевод. «Коснись нечестивых несчастья, и нет их, а дом праведных стоит». Вот здесь мне кажется, что глубже эту мысль поясняет именно греческий текст. «Куда бы ни обратился нечестивый, он погибнет». То есть нечестивый не может найти выхода, пока он нечестив, пока он не покается и пока он не исправится. Потому что раз он нечестивый, всякий путь, который он избирает, будучи нечестивым, это будет путь нечестия, и он погибнет. Иногда говорят, что из двух зол надо выбирать меньше. Ситуации бывают разные, но лучше из зол не выбирать вообще, лучше выбирать добро. «Уста разумного восхваляются мужем, а тупоумный осмеивается. Лучше человек незнатный, но работающий на себя, нежели честолюбец, нуждающийся в хлебе. Праведный жалеет жизнь скота своего, сердца же нечестивых немилостивым». Здесь 10 стих говорит о том, что сегодня практически тоже неизвестны людям, потому что, как я говорил в прошлой беседе, наша культура совершенно, ну или практически, не сельскохозяйственная. Мы не сталкиваемся так с миром животных, как сталкивался с ним человек времен Соломона. Ветхий Завет удивительным образом отличался от многих других религий, языческих религий того времени, потому что среди заповедей, данных Богом, была заповедь о милости к животным. В субботу отдыхали не только люди, где в субботу отдыхали не только свободные люди, но и рабы, и даже животные отдыхали в субботу. И вот действительно, милость к животному существу отличает праведника от грешного. «Кто обрабатывает свою землю, тот будет насыщаться хлебом, а кто гоняется за праздностью, те скуда умны. Кто находит удовольствие в трате времени за вином, тот в своих твердынях оставит по себе бесчестие». Желание нечестивых – злы, а корни благочестивых – в твердыне. И далее Соломон говорит, «За грех уст впадает в сети грешник, а праведный избегнет их. Смотрящий кротко помилованный будет, а встречающий в воротах обижает других». 13 стих тоже отличается от синодального перевода. Здесь 13 стих начинается такими словами. «Нечестивый уловляется грехами уст своих, но праведник выйдет из беды». То есть не просто правый избегает сетей, а правый выходит из беды. То есть даже если что-то случается с праведным, он своей правостью в итоге, если не физически, не финансово, не как-то жизненно, то духовно выходит из беды лучшим, выходит из беды спасенным. Далее, «От плодов уст душа человека насытится благ, ему же воздастся воздаяние уст его. Пути неразумных прямо в глазах их, а мудрый слушает совета». Опять та же мысль, которая была в начале. Неразумный думает, что пути его правы, и он ошибается. А мудрый человек слушает совета, потому что со стороны видно, и более мудрый человек или общество в целом может посоветовать другому, грешнику или тому, кто поступает неправедно, каким образом исправить собственную жизнь. Неразумный тотчас же обнаруживает гнев свой, а рассудительный скрывает свою обиду. Праведный возвещает достойные веры, «Свидетель же со стороны неправедных коварен». Здесь уже речь идет о суде праведной. То есть праведному верят, а свидетель неправды, тот, кто свидетельствует неправду, тот коварен. «Некоторые из говорящих уязвляют как мечами, а язык мудрых врачует». И опять, да, вот когда есть люди, которые как бы бередят рану, которые специально ее растравливают, и в итоге эта рана, общественная рана, ранами с человеческих отношений, она становится глубже, как будто они мечами уязвляют ее, в то время как язык мудрых врачует. Врачует не только личное человеческое сердце, врачует человеческие отношения. «Уста правдивые направляют свидетельство как должно, свидетель же поспешный, имеет язык несправедливый». 19 стих тоже имеет интересное отличие. В синодальном переводе он звучит так. «Уста правдивые вечно пребывают, а лживый язык только на мгновение». Но вот здесь только на мгновение, то есть лживый язык сказал, и как бы нет его, и нет правды. А здесь 19 стих все-таки говорит, что свидетель поспешный имеет язык несправедливый. То есть речь не идет просто о том, что грешник сказал, и нет его, а о том, что нечестивый поспешен и имеет язык несправедливый. Человек же, который задумывается о правде жизни, напротив, оказывается праведным, и суд его праведен. «Коварство в сердце злоумышленника, желающий же мира, возрадуется. Ничто несправедливое неприятно праведному, а нечестивые будут преисполнены зол. Ничто несправедливое неприятно праведному». Действительно, если человек праведен, он праведен в целости своего сердца, и его сердце праведно, и нет для него неправедного, но приятного, неправедного и неприятного. Все, что неправедно, неприятно благочестивому. «Мерзость пред Господом устал живое, а верно поступающий приятен ему». Опять, мерзость пред Господом не лжет сам по себе, не тот, кто лжет, а устал живое. То есть, Бог, я вот не устаю это подчеркивать, Соломон все время пишет не о ненависти Бога к грешникам, а о ненависти Бога к греху. «Муж разумный, седалище знания, сердце же неразумных встретит проклятие. Рука избранных удобно будет господствовать, а коварные будут под дланию». 24 стих не очень понятен, в синодальном переводе яснее. «Рука прилежных будет господствовать, а ленивая будет под данию». То есть, речь идет о том, что человек, который прилежно трудится, человек, который действует праведно, в итоге господствует, а коварный находится под данию. «Страшное слово смущает сердце мужа праведного, добрая же весть веселит его. Праведник, дающий себе во всем отчет, будет самому себе другом. Замыслы же нечестивых жестоки. Согрешающих постигнет зло, и путь нечестивых ведет их самих в заблуждение». Вот праведник, дающий себе во всем отчет, будет самому себе другом. Очень вроде бы понятная такая фраза. На самом деле, если задуматься, речь здесь в первую очередь идет о том внутреннем диалоге, который должен вести человек всерьез, относящийся к нравственным вопросам. То есть, если ты поступаешь в жизни определенным образом, ты должен давать себе во всем отчет. Как в псалме, да, что ты на ложах лежишь, и ты должен думать о себе и о своих поступках. И если ты даешь себе во всем отчет, ты будешь сам для себя другом. То есть, ты внутреннюю гармонию стяжаешь, ты в итоге придешь к миру, внутреннюю миру с самим собой. Если же ты этого не сделаешь, то здесь явно, конечно, намек на муки совести. То есть, если ты не даешь себе отчета в своих поступках, не судишь сам себя, то ты сам себе становишься врагом. И мира душевного достигнуть не сможешь. Коварному не достается добыча. Ценное же приобретение человек беспорочный. В путях правды жизнь, пути же злопамятных к смерти. 28 стих, последний стих этой главы, тоже отличается от синодального перевода. На пути правды жизнь, и на стезе ее нет смерти. То есть, здесь речь идет и в первой части стиха, и во второй части стиха про праведную жизнь, и о том, что на стезе ее нет смерти. Греческий текст все-таки показывает обе стороны, оба возможные пути поведения. В путях правды жизнь, пути злопамятных к смерти. Действительно, вот кажется, злопамятность, например, это какая-то внутренняя эмоция, которая разрушает самого человека. Но она одна, вот такая простая внутренняя эмоция, злопамятность, может погубить нечестивого. Да избавит нас Господь от этого. Всего доброго.